Друзья мои, снова всех вас приветствую с международной ежегодной выставки МВЦ 2019, которая проходит в Барселоне. Все здесь обойти и все вам показать просто физически невозможно. Поэтому, ребятушки, по факту и что самое интересное. Друзья мои, как вы можете видеть, компания OnePlus также присутствует здесь в Барселоне на МВЦ. В данный момент нахожусь около их стенда. Однако ни OnePlus 7, да и вообще ни одного смартфона компания с собой почему-то не привезла. Честно признаться, я сюда ехал в надежде увидеть и показать вам OnePlus 7, но обнаружил здесь несколько дисплеев. Опять же, упор сделан на 5G-сети, ну и понятно, что их следующая новинка будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Друзья, еще одной особенностью смартфона, если судить по фото, которое уже есть в сети, станет выдвижной модуль фронтальной камеры. В общем-то, это и вся информация, которая есть на сегодняшний день. Ребят, следующее интересное устройство, которое я хотел бы вам показать, привезла и показала компания Nubia. Это своеобразные часы, а вернее часы-смартфон с 4-дюймовым сгибающимся дисплеем под названием Nubia Alpha. Здесь установлена закрытая операционная система на основе Android. Свои приложения пока не установить. Есть версия просто с Wi-Fi, а есть версия с Wi-Fi и с E-SIM. Сами по себе эти часики не дешевые. Цена будет от 450 до 550 евро. Управляются они не только пальцами, но и жестами. Это даже удобнее. В общем, несколько в одном здесь. Значит, фитнес-браслет, кошелек, фотоаппарат, часы плюс телефон. Батарейка здесь на 500 мАч. К ним подключается специальная гарнитура, при помощи которой можно позвонить и послушать музыку. Внутри Qualcomm Snapdragon VR2100, 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенного хранилища. Помимо Galaxy Fold и юбилейной серии Galaxy 10, Samsung привезла в Барселону еще несколько новинок. Вот, друзья, их стенд. Как вы можете видеть, он не состоит из двух устройств. Заинтересовало меня здесь еще несколько смартфонов. В данный момент у меня в руках находятся два смартфона. В левой руке Samsung Galaxy A50, в правой Samsung Galaxy A30. Вот так они выглядят спереди. Ну и вот их вид сзади. Эти два смартфона также получили защиту от воды по стандарту IP68, разъем для наушников, порт Type-C и в зависимости от страны NFC. Ребят, цену на эти смартфоны не озвучивают, но судя по железу и по остальным техническим параметрам, понятно, что эти смартфоны недорогие. И отнести их можно к бюджетному, нет, скорее всего к среднебюджетному классу, поэтому цена на них должна быть адекватной. Вот, друзья, Galaxy A50 в черном цвете. Давайте я вас немного с ним поближе познакомлю. Корпус состоит из пластика, рамка по центу вроде бы как металл, на самом деле это пластик. Справа находится качелька регулировки громкости и кнопка питания. Тыльная панель, это тот же пластик с градиентом. Здесь вы видите тройную основную камеру, сканера отпечатка пальцев нет, он здесь интегрирован в сам дисплей. Экран 6,4 дюйма, матрица Super AMOLED, разрешение Full HD+. Сверху видим фронталку, модуль здесь на 25 мегапикселей, его светосила f1.7. Камеры. Значит, основной модуль на 25 мегапикселей, второй вспомогательный 8 мегапиксельный, это широкоугольный, и третий 5 мегапиксельный. Аккумулятор, друзья, емкость его 4000 мАч, с поддержкой быстрой 15-ти ваттной зарядки. Что касается железа, по железу здесь процессор Exynos 9610, 4 гигабайт оперативной и 64 встроенной. Также будет модификация 6 гигабайт оперативной и 128 встроенной. Из коробки у нас 9-й Android и фирменная надстройка One UI. Теперь переходим к модели A30. Здесь такой же, как и в A50, полностью пластиковый корпус и такой же дисплей. Диагональ 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. В дисплее капля, в капле фронталка, и она получила сенсор с разрешением 16 мегапикселей со светосилой F2.0. Что касается тыльной панели, она также с градиентом, но уже очень отличается от тыльной панели A50. Здесь, как вы можете видеть, расположился сканер отпечатка пальцев, и основная камера состоит уже из двух сенсоров. Основной на 16 мегапикселей и вспомогательный на 5. По железу, процессор Exynos 7904, 3,4 ГБ оперативной и 32,64 ГБ встроенной памяти. Из коробки Android Pie и настройка One UI. Аккумулятор 4000 мАч, быстрая зарядка поддерживается. Ребят, здесь также представили всю юбилейную серию Galaxy S10 и их первенец гибкий смартфон Galaxy Fold. Однако не забыл упомянуть и о первом смартфоне компании с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, который будет называться Galaxy S10 5G. Ну и самый главный вопрос, который интересует очень многих пользователей, какова же будет стоимость этих четырех новинок. Младшая модель линейки Galaxy S10e будет выпускаться в трех цветовых решениях и базовая ее стоимость в России будет составлять от 57 тысяч рублей. Galaxy S10 также получит три цвета и стоимость его в России от 69 тысяч рублей. Galaxy S10 Plus за базовую версию в России, а это 8512, нужно будет отдать от 80 тысяч. За старшую модификацию, а это 12 оперативной и 1 терабайт встроенной, от 126 тысяч рублей. Galaxy S10 5G в России продаваться пока не будет, потому как сети пятого поколения пока, к сожалению, отсутствуют. Компания Xiaomi представили также обновленную версию смартфона Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой сетей пятого поколения. Ребят, как вы можете видеть, в данный момент нахожусь возле их стенда. Внешнее устройство ничем не отличается от того, что мы с вами видели 20 февраля. Новинка получила стильный и яркий дизайн, беспроводную зарядку, топовую и тройную основную камеру и мощную начинку на базе процессора от Qualcomm Snapdragon 855. Друзья, в данный момент держу в руке новинку от LG, LG G8 Sync-U. Вот так выглядит его тыльная панель, ну и вот так он выглядит спереди. Помимо мощного железа, несколько еще интересных фишек имеет этот красивый смартфон. Ну, к примеру, дисплей здесь 6,1 дюйма, при этом это, как вы можете видеть, компактный смартфон, а разрешение 3120 на 1440 пикселей, при соотношении сторон 19,5 к 9. Сверху стекло от Gorilla Glass 5-го поколения. Ключевая фишка этого смартфона, разблокировка его при помощи жестов рук, Hand ID Air Motion, по-моему, так называется эта функция. Честно признаться, это не совсем удобно, и вообще нужна ли эта особенность в этом смартфоне, я не знаю, потому что, помимо этого, на задней панели присутствует сканер отпечатков пальцев, плюс ко всему есть разблокировка смартфона по лицу. Камеры. Значит, основная камера, это три сенсора, основной 12-мегапиксельный, его светосила f1.5, размер пикселя 1,4 микрометра, 16-мегапиксельный ширик еще установлен, и 12-мегапиксельный телек. Фронталочка 8-мегапикселей, ее светосила f1.7, плюс 3D-тов датчик. Что же касается его железа, оно здесь топовое, Qualcomm Snapdragon 855, 6 оперативной и 128 встроенной памяти. Смартфон также поддерживает карты памяти, аж до 2 терабайт. Защиту от воды и пыли имеет смартфон по стандартам IP68 и соответствие военным стандартам MilSTD 810G, что позиционирует девайс как ударопрочный и огнестойкий, или огнеупорный, как это правильно сказать. Еще одна интересная модель, которую я хочу вам продемонстрировать, смартфон LG V50 Syncube 5G с поддержкой сетей следующего поколения. Внешне он мало чем отличает от LG G8 Syncube. Дисплей здесь 6,4 дюйма, матрица AMOLED. Железо также топовое, 855 дракон, 6,128, и карты памяти он поддерживает также до 2 терабайт. При помощи специального чехла, Dual Screen, данный смартфон можно превратить, ну, скажем так, в раскладушку с дополнительным 6,2 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. При этом вес смартфона увеличивается всего лишь на 130 граммов. Основная камера те же три сенсора, что и у LG G8, ничем они не отличаются. Что касается фронталки, отличия немножко есть. Два сенсора, основной 8-мегапиксельный, его светосила f1.9, плюс помогательный 5-мегапиксельный, его светосила f2.2. Что еще? Стеклянный корпус, вес смартфона без чехла 183 грамма, и так же, как и у LG G8 Sync-Q, необычная реализация стереозвука. Ребята, в данный момент мы с вами находимся возле стенда компании Huawei. Новый Mate X, помимо того, что он очень интересен, он еще и очень дорогой, поэтому устройство стоит за стеклом, и взять его в руки таковой возможности просто нет. Кого интересует стоимость 2300 евро, такова цена будет на новый Mate X. Это несколько дороже, нежели новый Samsung Galaxy Fold. Ну и что же в нем такого интересного, давайте посмотрим вместе. В разложенном виде диагональ его дисплея составляет 8 дюймов. Если его сложить, мы получаем два дисплея диагональю 6,6 и 6,4 дюйма. Внутри флагманская начинка на базе процессора Kirin 980, 8 гигабайт оперативной и 512 встроенной памяти. Поддержка 5G сетей, также внутри два аккумулятора, их общая емкость 4500 мАч. Ну и соответственно устройство поддерживает новую сверхмощную 55-ваттную зарядку. Ребята, в данный момент нахожусь около стенда компании Nokia. Вот так выглядит их флагман с 5 камерами. Над камерами смартфона работало сразу несколько компаний. Все 5 сенсоров они одинаковы. Это Sony IMX 386 на 12 мегапикселей каждый. Три сенсора здесь монохромных и два цветных. Диагонали дисплея 6 дюймов, технология P-OLED, материалы корпуса металл плюс стекло, значит горилла глаз третьего поколения и алюминиевая рамка по центру. Железо здесь прошлогоднее, Snapdragon 845 с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Ну и автономность смартфона, это встроенный аккумулятор на 3320 мАч. Компания Sony провела также свою презентацию, где показала несколько своих новинок. Название смартфонов Sony Xperia 10, Sony Xperia 10+, единственное, что меня заинтересовало в этих двух смартфонах, это их соотношение сторон 21 к 9. Железо Xperia 10, Snapdragon 630, 3 гигабайт оперативной и 64 встроенной. Железо Xperia 10+, Snapdragon 636, 4 гигабайт оперативной и 64 встроенной. Sony Xperia 1 смартфон гораздо интереснее, в нем топовый процессор, Snapdragon 855, 6 гигабайт оперативной и 128 встроенной. 6,5 дюймов диагональ его дисплея, соотношение сторон 21 к 9, матрица OLED HDR, стекло сверху Gorilla Glass 6 поколения, камера топовая. В общем, смартфон достаточно интересен. Ребятушки, где-то на этой выставке должны были представить еще один достаточно интересный смартфон, скажем так, смартфон PowerBank. Емкость его аккумулятора 18000 мАч. Название его, если не ошибаюсь, Energizer PowerMax P18K Pop. Сам аппарат, как вы, наверное, уже заметили, достаточно нетонкий. Его толщина около 2 см, если быть точнее, 18 мм. Сверху еще одна особенность смартфона, выдвижная селфи-камера, состоящая из двух сенсоров на 16 и 2 мегапикселя. Основная камера получила 3 сенсора на 12, 5 и 2 мегапикселя. Железо здесь Mediatek Helio P70, 6 гигабайт оперативной и 128 встроенной памяти. Кстати, поддерживается также карты памяти. Дисплей 6,2 дюйма, Full HD+, его разрешение и соотношение 18 к 9. Операционная система Android Pie, ну и аккумулятор, емкость его, вам уже известно, на 18 000 мАч. Друзья, следующий стенд, который меня привлек своим вниманием, сейчас я нахожусь именно возле него, это стенд компании ZTE, их новый смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G. Как вы можете видеть, работать будет новинка на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Основная его камера состоит из трех сенсоров. Основной сенсор на 48 мегапикселей, его светосила F1.8, второй широкоугольный на 20 мегапикселей и третий телек на 8 мегапикселей. Фронталочка на 20 мегапикселей, 6,47 дюйма диагональ его AMOLED дисплея, разрешение его Full HD+, и неплохой аккумулятор, емкость которого 4000 мАч. В данный момент нахожусь около стенда компании Ulefone. Здесь есть несколько интересных новинок, но я сюда шел, чтобы показать вам смартфон будущего, который обозвали Ulefone T3. Как вы можете видеть, это муляж, скажем так, демо-версия смартфона. Покажу вам просто его внешний вид. Что обещают здесь? 6,3 дюйма диагональ дисплея с отверстием под 25-мегапиксельную фронталку, процессор Helio P90, 8 гигабайт оперативной и 256 накопителя. Топовую основную камеру на 48 мегапикселей, плюс 16-мегапиксельный ширик и TOF-датчик. Быстрая зарядка NFC 4200 мАч емкость аккумулятора. Ребята, в данный момент нахожусь в павильоне компании Leogol, но я сюда шел, чтобы показать вам еще один смартфон, который компания планирует официально представить уже в ближайшем будущем. Называется он Leogol S12. Задняя панель с градиентом и достаточно интересное решение под фронталку. Не монобровь, не капля, а отверстие, и оно по центру. Значит, 6,3 дюймовый дисплей получил смартфон с разрешением HD+. Сверху в отверстии 20-мегапиксельная фронталка. Сканер отпечатков пальцев есть, он на боковом торце. Процессор Helio P23, 6 оперативной и 64 накопитель. Модуль NFC, основная камера тройная, 3 сенсора на 16, 2 и еще 2 мегапикселя. Батарея 4000 мАч. Ну вот как-то так. Всем крепкого здоровья и до новых встреч!